Сегодня мэр города Виктор Фирсов отчитался перед жителями Волгодонска о своей деятельности в 2012 году. Это мероприятие стало традиционным. Сегодня городоначальник начал свой доклад, подчеркнув, что цель его выступления не только в том, чтобы просто рассказать о проделанной работе, а попытаться сделать деятельность нынешней власти максимально открытой. О самых заметных событиях уходящего года и важных решениях, реализация которых ждет нас в будущем, следующий видеоматериал. В Волгодонске начнется строительство завода по переработке зерна, вместе с которым в городе появится около 200 рабочих мест. Будет разрабатываться проектно-сметная документация по строительству третьего моста. Именно эти заявления Виктора Фирсова зрители встречали аплодисментами. Впрочем, это не единственный приятный момент выступления мэра. Свой отчет городоначальник прервал, чтобы наградить лучших спортинструкторов и микрорайоны города, ведущие активную спортивную жизнь. Емьяненко Ирина Павловна, спортинструктор микрорайона 24 за третье место. Тройка лучших городских спортинструкторов получили из рук мэра почетные грамоты и денежные сертификаты за свой труд на суммы 25, 20 и 15 тысяч рублей за первое, второе и третье место соответственно. Микрорайоны же получили в подарок от Фирсова спортивное оборудование на суммы 60, 50 и 30 тысяч рублей. Городоначальник напомнил, что после капремонта все детские дошкольные учреждения вернулись в два детских сада, а вместе с ними и 300 дополнительных мест. Однако проблема дефицита мест в детские сады в городе по-прежнему остается актуальной. Кроме того, не хватает и специалистов. Для привлечения на вакантные должности воспитателей, а их сегодня 39 единиц, приняты меры по социальной поддержке работников дошкольных учреждений. С начала года на ежемесячные доплаты из городского бюджета выделено более 8 миллионов рублей. Заканчивая свой доклад, Фирсов подчеркнул, что помимо проделанной работы и достигнутых результатов, в Волгодонске остается немало острых проблем, которые требуют внимания. А для их решения потребуется время и немалый труд. Анастасия Дубас, Евгений Иванков, Новости ВТВ. Анастасия Дубас, Евгений Иванков, Новости ВТВ.